Привет, друзья! С вами Владимир Шемет. Нахожусь сейчас на отдыхе в отеле Альбатрос Акваблю 4 звезды в Шарм-эль-Шейхе вместе со своей семьей. И в этом видео я хочу рассказать вам информацию, очень важную информацию, друзья, которая касается страхования. Но, смотрите, в чем суть. Это вопрос касается работы страховки, страховой компании, страхового полиса во время вашего отдыха. И особенно, когда вы отправляетесь на какую-то из экскурсий. Почему именно за экскурсии? Потому что, друзья, есть такая проблема у туристов. Они не знают, что делать, когда отправляются на экскурсию, а гиды этим манипулируют. Гиды туроператоров манипулируют этим вопросом. И, кстати, некоторые местные туристические фирмы тоже манипулируют этим вопросом. Так что, друзья, подписывайтесь на канал и погнали черпать информацию, которая пригодится вам во время путешествия. Итак, друзья, я думаю, для всех очень знакомая картинка. Вы приехали на отдых. К примеру, давайте возьмем Египет на данный момент времени. Не важно, но если и Турция, то там такая же самая, в принципе, информация и суть этого вопроса. Но мы возвращаемся именно к Египту. Потому что именно в Египте этот вопрос стоит самым острым образом. Потому что именно египетские гиды очень сильно этим манипулируют и вводят в заблуждение туристов. Поэтому, друзья, давайте будем образованными и правильно определять, что работает, а что не работает в страховой компании во время экскурсии. Итак, самый главный вопрос. Смотрите, ответ на вопрос. Вот страховой полис. Я его специально распечатал для вас. Я его никогда себе не печатаю, потому что это электронный документ. И достаточно того, что он есть в электронном виде в телефоне. Не важно где, там, где вы можете это открыть и прочитать. Так вот, друзья, в страховом полисе есть номер ваучера. Вот он. Ну, это в данном страховом полисе. Это страховая компания ВУСУ. Вот страховой... Вот номер страхового полиса. Здесь перечислены туристы, которые могут воспользоваться этим страховым полисом. Дальше. Есть номера телефонов компании Ассистанс, в которую вы обращаетесь, если происходит какой-то медицинский случай, и вам нужна медицинская помощь. И дальше, друзья, есть перечень случаев, которые покрывает эта страховая компания. Вот оно. Вот на что нужно обращать внимание. Не на то, что вам говорят гиды. Не на то, что вам говорят экскурсоводы местных фирм, ну, кто продает эти экскурсии местных. А именно то, что в вашем полисе. Тут написана вся информация, когда эта страховка работает и когда она не работает. Так вот, что говорят гиды. Что если вы купите экскурсии у гида, то этот полис будет работать. А местные фирмы говорят, что нет. Если вы купите экскурсию у местных, то этот страховой полис тоже будет работать. Друзья, правда только в том, что этот страховой полис будет работать в том случае, если он, этот медицинский случай, попадает в те пункты, которые прописаны в этом договоре страхования. То есть, страховой полис, он же является договором страхования. Соответственно, только то, что здесь написано, только то покрывается. Неважно, где вы купите экскурсию, у гида, либо если вы купите экскурсию у местной фирмы, страховой полис будет покрывать только то, что есть в этом договоре. А теперь давайте же разберем немножко, что же может покрывать. Значит, смотрите, страховой полис, как правило, самый минимальный. У пакет идет за те полисы, которые стоит оформлять. Я вам все это рассказал в другом видео, обязательно его посмотрите. Вот, так вот, касательно случаев. Смотрите, если вы едете на какую-то экстремальную экскурсию, либо если вы будете управлять каким-то видом любым, транспорта, автомобиль, квадроцикл, баги. Если вы будете заниматься каким-то экстремальным видом отдыха, это, к примеру, возможно, значит, ну, знаете, есть там полеты на парашюте, которые прицепили к лодке, я уже забыл, как это называется, извините, простите меня, но не в этом суть, а суть в том, что экстремальная экскурсия. Если вы соберетесь заниматься дайвингом, если вы соберетесь собираться на какие-то горы, если вы соберетесь кататься там, возможно, на верблюде, в общем, все, что связано с экстремальным отдыхом, а не пассивным отдыхом, как правило, страховой полис, который есть у вас в пакете, если это самый минимальный, а он, как правило, идет самый минимальный, потому что можно выбрать опцию расширенную, но, как правило, туристы этого не делают, то эти экстремальные виды отдыха страховая компания не будет покрывать. Неважно, где вы оформили тур, у гида, либо на улице у местной турфирмы. Гиды обманывают, что если у них брать тур, ну, экскурсию, то страховая покрывает. Они этим манипулируют туристом. С одной стороны, да, они наши партнеры, но, друзья, я за то, чтобы они говорили правду. Разве это по-партнерски так говорить туристам, такое говорить, когда ты сидишь, вот я сижу на встрече с гидом, я как турист, я слушаю, когда меня гид обманывает. Разве это по-партнерски? Почему не сказать, что, друзья, мы вас привезли сюда, гиду, вот я, если бы я был бы гидом, я бы так сказал, мы вас сюда привезли на отдых. Мы предоставляем вам сервис, все возможное. Мы предоставляем вам различные варианты экскурсий. У нас такие цены, потому что мы делаем все легально, все официально, и все сертифицировано и имеет лицензию. Извините, друзья, но у нас стоимость иногда может быть выше. Но мы за вас отвечаем. И я бы с радостью и с удовольствием, наверное, купил бы путевку, экскурсию гида. Но когда гид манипулирует таким вот образом, ну, получается, за кого он меня считает? За кого он считает туриста? Разве это хорошо так делать со стороны гида? Лично я это не приветствую. Я бы сказал бы, как бы я общался с туристами, если бы я был гидом. Да, у местных чаще всего бывают экскурсии дешевле. Но, увы, друзья, с местными бывают очень серьезные ситуации и последствия, после которых могут выйти серьезно боком. Хотя и с оператором такое может быть, но с оператором у вас эта вероятность ниже. Поэтому, друзья, чтобы вы были в курсе этой информации, я вам записал это видео, чтобы вас не обманывали гиды и местные турфирмы. Я вам рассказал, в чем разница этого страхового полиса и что он покрывает. Друзья, я надеюсь, я ответил на все ваши вопросы, потому что у меня очень часто туристы задают вопросы, где покупать, что покупать, за сколько покупать. Цены, цены это отдельное видео. Именно в этом видео я вам рассказал за страховку, за гидов, за местных гидов, которые продают экскурсии на улице. Если у вас остались какие-то вопросы, друзья, обязательно задавайте в комментариях под этим видео, постараюсь вам дать на них ответы. Если вы можете поделиться какой-то полезной информацией, тоже напишите в комментариях под этим видео, я все это почитаю. Ну и прошу помощи у вас, поддержите мой канал, нажмите кнопочку подписаться под этим видео, это очень важно для меня. Желаю вам самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий. До новых встреч, друзья. Пока-пока.